В ауле Малый Зеленчук на стене средней школы имени Хабекова появилась новая мемориальная доска. Ее открыли в честь ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, заслуженного учителя Карачаева-Черкесии Али Ибрагимовича Тамова. Человека, которого с необыкновенной теплотой и уважением вспоминают его коллеги, его ученики. Сегодня значимое событие не только для школы Малого Зеленчука, но и для всей республики. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения великому учителю, опытному наставнику, мудрому руководителю Тамову Али Ибрагимовичу. Более 40 лет он проработал в общеобразовательной системе, внес значительный вклад в развитие муниципальной системы образования, в том числе и региональной системы образования. Пришел обыкновенным учителем, учителем математики, физики, был заучим в школе, стал директором школы. Был очень талантливый руководитель, который сплотил вокруг себя талантливый коллектив, дружный коллектив в том числе, коллектив профессионалов. На самом деле оставил неизгладимый след в жизни не только поселения аула Малый Зеленчук, но и всего Хабетского муниципального района. Достойный пример мужества, достойный пример для подражания этому замечательному учителю, который сегодня хочет высказать каждый житель поселения аула Малый Зеленчук, и каждый педагог, и каждый обучающийся средней общеобразовательной школы аула Малый Зеленчук. Потому что на самом деле проработал он очень много лет в этой школе. Из них 16 лет руководил образовательной организацией средней общеобразовательной школы аула Малый Зеленчук. Также наряду с этой должностью он еще работал и в других местах организации. Кстати, он работал еще директором лицея интерната Аула Хабет, преподавал физику, математику. Али Ибрагимович Тамов родился в 1924 году по улице Юка, окончил педагогическое училище. Но прежде его в жизни были холод, голод, Великая Отечественная война. Он прошел в будущем совсем юным, голод 33-го года. В 16 лет, когда ему исполнилось, его собрали из педучилища, отправили в Кашхабль преподавателем в 16 лет, потому что некому было там работать. Али Тамов не только преподавал в школе, но и сам продолжал учиться. Окончил Черкесский учительский институт, затем продолжил образование в Нальчике. В 1958 году пришел в Малозеленчукскую школу в качестве зауча. А уже через год, на 16 лет, стала ее бессменным директором. Все эти годы школа была одной из лучших в Карачаеве-Черкесии. Для нас это, конечно, в год педагога и наставника очень значимое событие. Почему? Потому что Тамов Али Ибрагимович посвятил всю свою жизнь именно педагогике, обучению детей. Руководил школой, Малозеленчукской школой, 16 лет. До этого он преподавал физику, математику. При его правлении, если так можно сказать, дети получали возможность поступать в высшие учебные заведения, не только в близлежащие районы, регионы, а именно по всему Советскому Союзу. Ребята отдыхали на берегу Черного моря, занимались трудом, учились, активный образ жизни у них был. Много о нем я слышала хорошего от своих родителей, от своих родных, что при нем школа славилась своими детьми, своими талантливыми детьми, учителями на всю республику. Али Ибрагимович Тамов дал большой толчок в развитии не только учителей и педагогов района и республики, но и больших деятелей также нашего района и республики. Мы очень горды, что он дал такой путь учителям и людям нашего района. Быть директором школы значит нести огромную ответственность. Али Тамов сформировал сильный и уникальный профессиональный коллектив, в котором каждый был членом одной большой педагогической семьи. С каждым учеником он находил общий язык. У Али Тамова было чему поучиться, говорит его коллега Фатих Братов, который многие годы бок о бок работал с Али Ибрагимовичем. Если я скажу, что он свой предмет прекрасно знал, как преподаватель был замечательный, это мало. Директорам работать тоже нелегко. Иногда могут проявиться какая-то грубость. Такого не было никогда. Чтобы он на ученика, тем более на ученика, чтобы он кричал, допустим, физическое какое-то наказание. Этого не было, потому что все ученики его очень сильно уважали. Надо общаться и с учениками, тем более надо общаться с родителями. А они все не одинаковые, есть среди них разные. Я очень хорошо помню, он был директором, я завучен. И ежегодно два-три раза весь аул родителей наших учеников мы обходили. Представьте себе, прямо по всем улицам с родителями встречались. Это был директор бесподобный. Добрая половина учителей были русские. Оттуда был успех учеников наших. Во-первых, вот такой коллектив, высочайшая требовательность к каждому учителю в отдельности. Высочайшая требовательность. Помощь, поддержка каждому учителю. Он в людях видел только хорошее. В любом человеке он сначала выделял хорошее, лучшие черты человеческие. Плохие он либо не замечал, либо о них не говорил. Поэтому все к нему тянулись. У него, где он только не появится. В Москве познакомился с кем-то, в санатории где-то с кем-то подруг. Становились друзьями и десятилетиями переписывались. Причем не он как бы навязывался. Один раз он в Краснодаре у меня лечился в больнице, и мой коллега с ним оказался. Они были неделю вместе. Затем он 20 лет мне говорил, мой коллега, кланяйтесь отцу по-русски. Кланяйтесь отцу. Я говорю, спасибо, спасибо. Али Ибрагимович был не только руководителем, но и прекрасным учителем. Математические формулы, законы физики, его изложения становились понятными и доступными для каждого ученика. В те годы его выпускники без труда поступали в высшие учебные заведения по всему Советскому Союзу. Школа и ученики занимали главное место в жизни Тамова. Он очень серьезно, трепетно относился к своей работе. Всю свою жизнь он посвятил педагогической деятельности. Утром рано он уходил, мы спали. Вечером возвращался, опять мы спали. По сей день в ауле те, которые его хорошо знали, и ученики, всегда говорили, что он учитель от Бога. Он был учителем математики. Это была его вообще детская мечта. И дети говорили, что вот он голову раскрывает и туда нам тему вкладывает, кладет тему. Настолько он объяснял все доступным языком, доступным языком для детей. Его дочь продолжила дело отца. Стала преподавателем и 40 лет проработала в школе. По этому же пути пошли и другие ученики Алитамова. Среди них Патима Мирокова, которая тоже стала преподавателем математики, как и ее любимый учитель. Даже не могу передать словами, какой это человек. Очень строгий и в то время очень человечный. Огромная доброта присуща ему. И с ним можно было не как с учительом, как по-отцовски я могла с ним поговорить. И он тоже точно так же. И к учителям, к каждому ученику он умел подход найти. Конечно, сегодня он для нас является образцом для подражания в педагогической сфере. Это и вопросы педагогики, как необходимо сегодня относиться к своей работе, в первую очередь. К ученикам, к родителям, ко всем участникам образовательного процесса. И очень отрадно, что в год педагога и наставника мы вспоминаем этих учителей. И учим наше подрастающее поколение не забывать этих великих учителей, наших великих педагогов, наших руководителей, которые внесли существенный вклад в развитие всей региональной системы образования. Это ведь так и есть на самом деле. Именно высокий уровень образования позволил воспитать в нашей стране Королёвых и Гагаринах, Курчатовых и Лихачёвых, Всекорских и Туполевых. И хорошо, что такие учителя были и в нашей республике, в нашей школе, говорят нынешние ученики. Я много что слышал, лично его, конечно, не видел, но знаю, что он был знаменитым учителем, хорошим человеком, наставником, знаменитым директором именно в нашей школе. Он сделал большой вклад в наше образование, в наше ауло. Но я хотел бы, чтобы у меня был такой педагог. Это хорошо для нашей школы, для нашего аула, для каждого ученика, который здесь учится. Это огромная честь учиться в школе, в которой он преподавал. На его примере мы видим, что в России всегда были учителя, которые гордились и любили свою профессию. «Вся жизнь Али Ибрагимовича Тамова – пример того, каким должен быть настоящий учитель. Открывая памятную доску педагогу, посвятившему всю свою жизнь в школе и просвещению, в его лице мы низко кланяемся всем учителям», – говорили участники митинга. «Спасибо, что сели разумное, доброе, вечное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова